Генеральный директор туристического агентства Белла Белова показывает, куда слетали ее туристы. Фотографии и сувениры клиенты приносят после удачного отдыха. Впрочем, за последние два года все сильно изменилось. Ряд крупнейших туроператоров прекратил свою деятельность. Основные любимые россиянами направления Турция и Египет закрылись. Те, которые еще не вычеркнули из своих статей расходов отпуск у моря, сегодня в основном выбирают Азию. Это в основном Таиланд, это Андаманское море, это Вьетнам, Южно-Китайское море, это Индия, это Аравийское море. Ну, из Карибского бассейна выбирают в основном Доминикану и Кубу. За турами по России в агентства приходят, но крайне редко. Во-первых, не дотягивают сервис. Также многие курорты попросту еще не выставили на лето цены. Ждут. Другие уже закрылись в связи с тем, что все продали. Плюс ко всему, если по моему опыту, если я бронирую за границу, это подтверждение перелета и отеля идет в течение суток-двое. А если бронирую Россию, может неделя подтверждаться. Да и потом не все успели позабыть в нашей стране, что такое отдых дикарем. Юля сегодня бронирует билеты в Крым. На июль. В связи с тем, что младший сын у меня летит туда в лагерь, так как ему всего 7 лет, моя задача поприсутствовать там рядом. Июль месяц это сезон будет, а вылет планируется на июль месяц. Сейчас на процентов 40 билеты дешевле. С другими родителями Юля будет жить рядом с лагерем сына. Заодно отдохнет сама. Вместе с перелетом, вдвоем с ребенком они потратят приблизительно 80 тысяч рублей за две недели. Бюджет такого мероприятия значительно дешевле предлагаемых в Крым путевок. Июль месяц. Примерно санаторий детский, на примере детского санатория Черноморец, могу сказать, да, который находится в Крыму, с перелетом стоимость около 110 тысяч. За эти деньги уже вполне можно отдохнуть в Болгарии, среднем отеле на Кипре, в Таиланде и Вьетнаме. Рассказы о том, что у нас дешевле, пока остаются на уровне рассказов. В начале года СМИ даже пестрили заголовками о возмещении расходов для граждан, которые планируют провести свой отпуск на родине. Вернут, мол, налоговым вычетом до 50 тысяч рублей. Законопроект пока не одобрен. Можно лишь рекомендовать сохранять все платежные документы на отдых в России в надежде, что, думаю, будет принят и этот документ. Татьяна Кременецкая, Владимир Бижонов, Анастасия Нурхонова, Видное ТВ.